А прямо сейчас переносимся в Банненкирхе, где открылась масштабная экспозиция. Передаем слово Дмитрию Аксенчику. Доброе утро еще раз. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, Петербург. Не поверите, я не думаю, что скажу это, но мы вот здесь стали свидетелями Тайной Вечери. И вот посмотрите на этот стол. Это как раз-таки то самое застолье. Это руки Иисуса Христа. По белым рукавам его можем узнать. Слева, с желтыми, по монетам можем узнать Иуду. Здесь Иоанн. И через такие инсталляции нам рассказывают о последних днях жизни Иисуса Христа. И вот подробнее уже об этих событиях, ярко рассказывая и об этих самых внушающих инсталляциях, нам расскажет главный конкурсовод Лидия Раскатова. Доброе утро. Здравствуйте. Да, после событий Тайной Вечери Иисус проходит в Гессиманский сад, где мы как раз сейчас находимся, чтобы помолиться. И в этом же саду как раз его арестовывают. Приходят римские солдаты забрать его. И дальше мы идем наверх, как по пути Виадолороса. Переводится как путь скорби. И за этот путь Иисус судят. Дважды сначала Синетрион и первосвященники, потом Понтипилат. И по окончании этого суда его отправляют на Голгофу. И распинают... Здесь мы видим как раз-таки уже распятие. Да, и распинают рядом с двумя разбойниками. И как раз на этом кресте Христос умирает. И после Голгофа мы проходим дальше уже к пещере, куда как раз Христа кладут, где его хоронят, погребают. И через три дня он воскресает и выходит из этой пещеры. Обратите внимание, не нужно искать его в пещере. Что действительно есть попытки у посетителей его там все же найти. Да, часто люди пытаются зайти туда. Чтобы такого не произошло, и чтобы это было дело не занудно, мы придумали оригинальную табличку. Да, но поиски Веры у всех бывают разные, не так ли? Что ж, я так понимаю, это уже логическое окончание выставки. Но сейчас мы находимся на втором этаже, у нас есть возможность все-таки немножко по другой хронологии пойти и уже посмотреть на то, что было до этого. Здесь, например, огромный терновый венок. Что это за часть выставки? Ну, терновый венец Христу надели перед распятием, потому что его осудили за то, что он называл себя царем. И это как стебную корону ему надели. А внизу у нас находится схема Иерусалимского храма. В свою последнюю неделю Иисус тоже очень много там проповедовал. Очень интересное вообще устройство храма. Тогда раньше было то, что он в самом храме никогда не был, а все время был в каких-то дворах, либо в женском дворе, либо в дворе язычников. И этого храма больше не существует. Он был разрушен в 70-м году нашей эры. Так что у нас тоже получается такой храм-призрак, который как бы есть, но как бы нет. Да, и здесь мы можем видеть некий огонь, который горит рядом с крестом. Да, это жертвенники, которые были в этом храме, конкретно с огнем, это жертвенник Сизожжения. Туда люди приносили жертву за свои грехи, и первосвященники приносили этих животных жертву и сжигали их на этом жертвеннике. Что ж, спасибо большое, Лидия. Но я еще от себя добавлю, что выступка интересна не только о истории Иисуса Христа, но и тем, что здесь представлены совсем разные, скажем так, способы представлять эту историю. Например, есть, помимо медиаинсталляций и живописи, например, вот даже песчаные скульптуры, вот там внизу вы можете обратить внимание, это изображение Иерусалима и пальмам и ветви, которые свидетельствуют о том, что как раз-таки Иисус Христос прибыл в Иерусалим. Что ж, а полюбоваться этой выставкой можно до конца мая. Коллеги, вам слово. Продолжение следует...